И сразу вопрос, а что она ела? Уже воскресший должен подкрепляться силой. В православии речь идет о реконструкции падшего грешника, о восстановлении. А по Библии речь идет о воскресении, сталь, спящий, воскресе и измертых. Это большая разница. Одно дело, человек что-то повредил, какой-то орган, потерял глаз, руку, а другое дело, он убит. У православных не то, что неправильно, а антихристианское отношение к падшему человеку. И поэтому с такой легкостью любому говорят, сходи, храм расповедается, причастись. А надо воскресить, это первое. А потом его кормить надо. Надо же в больнице, даже когда и лечится человек, дайте ему есть. А вот этого-то тоже у нас не было. Я все задумываюсь об этом празднике. Слово праздник означает не работать, праздновать. И торжество. А если эта речь связана с храмом, то когда храм построен был, написано Соломон, сколько дали народу, чего? Мясо написано по большому куску, мясо и проще. Ни о каком посте в празднике речи нет. Это один раз из 12 православных. Вопреки смысла. Почему? Ответа я никакого не нахожу. Только одно, что монастыри, монахи, они это могли делать. Тем более, суббота, в канонах написано, только одна, в которой постятся, через Пасхой. А сегодня как раз попадает в субботу. На 10 праздник, пост. Нет такого, ну вот, вероятно, Богородица, Благовещением. И написано, даже преображение, разрешается рыба. А тут расход. И не совпадает ни с канонами, ни с чем. Почему никто об этом не задумывается? Пересмотреть это очень просто. Я могу поститься, но не соответствует это православным канонам. Праздник, это торжество. Господь, говорит, будет взят всеми человеческими, и все дни будут поститься. А здесь не относится к тому, что Христос взят, а построен храм, найден крест. Пято, что постимся, объяснение дается, напоминание о его жертве, страдании. В деяниях апостолов, 10.41. Не всему народу, но свидетелям, предызванным от Бога, нам, которые с ним, и пили, и ели по воскресению его измертвы. С воскресшим Христом пили и ели. Это доказательство того, что он воскрел. Дух не нуждается в этом. Лука, 24.30. И когда он возбежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Но все относятся к причастию. На Лука, говорит, нет. Сначала он совершил еврейскую пасху. Вначале. А еврейская пасха это самое натуральное насыщение. Не как у нас там маленькой ложечкой, лжица, там грамм какой-то. Это настоящая чаша, пили вино, настоящий барашек, и написано, его надо съесть. А если баран, додовалый баран, додовалый, это много мяса. А семья маленькая, позовите соседей, чтобы утручь все съели. Самое нормальное было насыщение. На сегодня так готовят шашлыки на огне. Лука 24, 42, 43. Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда. И взял в ест перед ними. Это было заставлением того, что действительно Господь воскрес, что он живой, что это реально. Вот часть рыбы. Ну рыба-то не маленькая была, если одной части хватало на езде. Христос взял и верил, что он ее съел. Это нам пример. Когда мы речь идем о Христе, то должны кое-что иметь. То есть, проповедуя бедность, какой-то предел должен этой бедности быть. Один предел это беспредел, когда все идет. Как у Иова, как у Давыдова, а у Соломона. А другой, давай положи во все свое пропитание. Мы где-то посредине находимся. Чтобы у нас было встретить гостей, чем-то угостить. Матфея 25, 37. Тогда праведники скажут ему, вот, говорит, Господи, когда мы видели Тебя алчищем и накормили, или жаждущим и напоили. Этот вопрос ставить надо сегодня, там уже бесполезно. А где и как мы накормим? Кого? Сегодня, 27 сентября, исполняется в 5 часов вечера, ровно в 46 лет, как я получил в руки Евангелия. Меня накормили. Я обратился. Я не знал слова Евангелия. И в этот же вечер мне и показали Библию, что это еще Библия. Да, Библия была иллюстрирована в Десталом Дере. Вот сегодняшний день как раз, это день моего начала пути. Этой пищей я постарался в этот же вечер накормить на корабле находящихся людей. И за 42 года, думаю, я пытался и, может быть, и накормил тысячи людей. И тысячи раз собирались у меня на дому люди, тысячи раз. Тысячи раз старался кормить в университетах, в школах и всюду. Насколько это было удачно, я не берусь судить, но я старался подкладывать в пищу самую разнообразную. Фактически в книгах я отвечаю на 4 тысячи вопросов. Это 4 тысячи обедов. 4 тысячи обедов, да что-то. Вот если вы питали. Я вас призываю к тому, что чего я не сумел сделать, не хватило ума, грамоты, духовности, повреждение мое помешало. Донесите дальше. Дайте им есть. Накормите священников. Господь говорит, когда люди грешат, я накормлю их полынью, я накормлю их желчью. Вы желчью убрасывайте, когда корите. А представьте, я однав желчью, тарелки ее хлебать. Вот так кормят. Такие есть повара. И недоваренная пища плохо, и переваренная толку нет. Даже уметь готовить надо. Попутно напомню, никогда на растительном масле ничего не жальте. Почти сто процентов. Рак желудка и рак кишечника будет. Ничего. Никогда. Вот. Это тоже смысл в этом какой-то есть. Надо знать, как готовить. Не переварить. Пища должна быть чистая. У меня была задача в жизни людей усадить у ног Христа, не лишая внимания и Марфу. Марфу маленько разгрызлить надо. Без Марфа нам никуда. Мы сразу затаскуем. Это мы привыкли такими духовными казаться. Я благо и счастье забрала. А Марфа один день только не дай. Кого один день? В обед. Пришли, сидим, никого. Марфы нет, но и забегали, и заискали. И Мария нам уже не нужна. И Мария будет искать ее. Значит, надо быть и Марфой, и Марией. А лично не заботиться. Римлянам. 12.20. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сието, соберешь ему на голову зарящие уголья. Накорми его пищей телесной. Не забудьте про духовную. Когда у нас сестру в городе воровали, то я сказал, что каждая сестра в сумочке имела Евангелие. Сумочку выверну, унесут, чтобы Евангелие было. Ну, как-то сами позаботьтесь. Куда ты идете, возьмите, тем более нам Господь так многое дал. И с нас очень сильно Господь спросит, как мы этим распорядились. Прошу, кто едет в город, зайдите ко мне. Я вам еще больше дам, из города привезу. Слово Божие. 1 Фис. Сегодня ничего они не знают. И говоря о истине, приходится говорить и об отраве. Никак нельзя об этом войти. Какая пища очень бредная, какая ядовитая. Самая ядовитая пища та, которая прямо не указывает на Христа. Кормят, кормят, он рахитик, растет, раздувает ковы, что никакого духовного нет. Я считаю, вот это все, что сегодня делается в церкви. Все эти крестные ходы, ходят, толкают людей, а ничего не знают, встречаются страшные злые, обозленные. Евангелие, какое еще Евангелие? И притом свидетельство абсолютно от отсюда. Почему ты отраспил волосы? Я в монахи собираюсь. Приехал, нам батюшка рассказывает. На Евангелие. Какой Евангелие я в монахи иду? В монахи иду, Евангелия не надо. Вот ездили мы здесь. Я предлагаю Евангелие. А какой Евангелие? Я кержачка. Значит, не Евангелие, кержакам не надо. Монаха походить не надо. А кому нам тогда надо? Это Христос тебе не нужен. Истинная пища та, которая дает духовный рост. И пища такая, которая лечит. Пища очень многое лечит. Правильное питание. Если кто не знает, я вас научу лечить. Вот болеет желудок, что-то давит, там никак. Очень просто. Одну ложку меда за час до еды утром слизывая, ничем не запивая. Месяца через три ты посмотришь, что с тобой будет. Одну ложку натурального меда, невыдуманного. Вот и все. Ничего больше не надо. Естественно, обратитесь к Господу. Считай каждый день Евангелие. Возьми себе за это правило. Это за правило. Мед съест, Господи. Ты дал такое удивительное насекомое. Слава тебе. И цветы чудные. И она собирает. Слава тебе. Аллилуйя. Ну, прочитай такую молитву своими словами. Господи. И мне сказали, что мед удивительное лекарство. И мне оно поможет. Слава тебе. Я тебе послужу, Господи. Ты только поставь меня на ноги. Прежнего не найдешь. Проверь меня. Я как золото переплавленное буду. Ну, пообещай Господу. И крепко этого держись. Да запиши где-то. Лука 21,34. Смотрите же с собой, чтобы сердца ваши не отягчались. Объедением, пьянством, заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Пьянство и еда. Прямо указывается. А уже заботы дальше идут. Смотрите, чтобы не отягчались. Не отягчались. То есть непрерывно человек думает. Заботится. Господь нас предупреждает и все для молитвы. Да, как будто бы я и не думал о том. Когда ты думал, что вот тогда, 46 лет назад, получишь Евангелие. Нет. Я желал слова слышать. Я хотел иметь спасение. Очень хотел. Но где, я не знал. Я не знал. А Господь сорвал плевел. Я не искал ни там, совсем где я думал найти. Я искал в библиотечных книгах. В разных библиотеках. Республиканского значения. И нигде ничего не могу найти. Простой. В сектанской хате. Я это нашел в 50 книгах. Вот как Бог это сделал. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благорестования Христова. Чтобы мне приду ли я к вам, увижу вас или не приду. Слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь, единодушно за веру евангельскую. А это возможно тогда, когда мы эту веру знаем. Когда на столе у нас будет евангельская пища. А второстепенно никогда не спорят. Разницы никакой нет. Все остальное, если мы не получим жизнь вечную. Вот самый центр говорит. И тебе это надо. Ты сейчас об этом споришь. Не думайте, что Бог нас там будет спрашивать. А о том, чего в Евангелии нет. Нет. Определенный, он спросит, накормили. На первом месте накормили. Это значит очень важно. Это буквально накормили. А ты скажи, а это надо понимать и духовно. А кого я накормил? Ни одного человека, кто с тобой узнает, не пропустил. К нам приезжают врачи. Ветеринар. Вчера ветеринар был. Вы что ему? Даже не мое дело. Я увидел, коровы идут среди дня. Я говорю, а что тут? Два смотрины и коровы, говорю. Опять. Ну ему что-то подарили, ветеринар-то или нет? Вы даже ответите, я не могу на этот вопрос. А ведь в ваших дворах он был. Вашу скотину он старается узнать, больная она, не больная. Ну, смотрите на него положительно. Что он хочет вам добра. Вы ему дали или нет? Он может заразить всех коров. Дали ему пищу или нет? И скажи, молоко-то хорошее. Но еще лучше вот есть где. Ну, найди какие-то слова. Не знаешь, позови того, кто может. Сам посмотри. Вот я прямо так думаю, что может ему ничего не подарили. Купи книгу хорошую подарили. Ну, не такие же это большие деньги. Это никакая нельзя. Да расскажи им. Вот я говорю, приезжай на электрике. И я в глаза в дверях остановил машину. Стали говорить. Так они все оставили, с таким вниманием слушают. А у нас этого и нет. И шофер до этого курил даже. В машине сидел. А тут, я говорю, чтобы в руках ничего не было. Все разъяснил ему. Ясно дело, что в его жизни этот день будет иметь какое-то значение. А может, и это как раз тот день, который был для меня. Откуда знать? Там, может, все готово. Меня никто не уговаривал. Верь в Евангелие. Ни этого слова не было сказано. Я понял то. Это то, чего я искал, по букве собирал. Все божественное. Но внутри меня вспыхнул огонь сразу. Я нашел. Нашел. Я искал, искал. Ни одной минуты меня никто не уговаривал. И, может быть, это такой же человек. Вы сами, если этого не сделаете, найдите его потом где-то в Корчино. Откуда он приезжал? Да может, он не один еще ветеринар. А может, у него шофер рядом сидит. Ну, сами люди к вам идут. Кто бы тебе ни подошел, сразвезает, приезжает, что-то у вас покупает. Есть ли у них Евангелие? Начинайте с ними работать. Не надо ехать вам на край света, вести амерство. Рядом. Ну, придите, побеседуйте по-человечески. А эти люди тоже устали в грехах. Вот эта женщина приходит маленького ребенка в школе. Учится он здесь. Я уже несколько раз встречался с ней. Она около садов стоит и идет. Я говорю, в грюках, я тут никак. И увидел у меня, вот на днях поехал. Она свернулась, и как будто я сделал вид, что я ее не вижу, она в грюках, ей неудобно уже. Но я уже все ей сказал. В следующий раз, думаю, поеду, надо взять будет Евангелие. Я не думал, что она мне встретится. У вас дети учатся, чтобы ребятишки могли показать им пример. Я боюсь, чтобы ваши дети их не обидели. Вот это будет позор из позора. Что верующие дети не верующие. А чтобы они ему сказали. Да завели его, да дали прочитать. Ребенку нравится у вас здесь быть. Филиппинцам 2.3. Ничего не делайте по любопрению. Или по честному. Но посмиренно мудрю, почитайте один другого, высшим себя. Высшим себя, это очень многое значит. Не только те, которые рядом. А ты посчитай, что святые отцы, святые отцы, святые отцы, они толковали Писание. Мученики какие были. Почитай их выше. И почитай, что они сказали. Филиппинцам 3.16.20. Впрочем, до чего мы достигли? Так не должны мыслить. И по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я сейчас и говорил вам, и теперь даже за слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель. Их Бог-черева. И слава их с рамой, они мыслят о земном. Наша же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем спасителя нашего Господа Иисуса. Бог-черева. Для любого человека, который живет за щелом, скажет, ты в Бога веришь? Нет. А в чрево Бог? Да как в чрево Бог? Ну написано. Опять открой, давай прошу. Бог их-черева. Почему? А все живете для этого. Ты можешь быть спортивной, подтянутой, но Бог-черева. Ты живешь только для чрева. Ты разумеешь, что есть что-то большее. А большее это для души. Простыми словами доведи его. Скажи, дети твои что знают? Если они не знают, это чревоугоднее тебя растут. А угодить до конца, чтобы человек доволен был, предела-то никакого нет. До сих чего надо еще больше взять. Если на столе у тебя на 6 рублей, надо больше. Вот я считал в отпуске олигарх. Каждый день тратят в отпуске 50 тысяч долларов. Каждый день. Понимаете? Только одно спросил, проезжая в Монте-Карло, а какая сегодня ставка? Ну, играет в рулету. Самая большая. Ему говорят, 450 тысяч долларов. У меня нет времени такими порциями проигрывать или выигрывать. 450 миллионов. Всего. Мы не должны не выигрывать и не проигрывать. А мы должны отдать жизнь свою Богу и сказать, как тебе, Господи, угодно. Вот сказали, в батарею не играй, тебе деньги нужны, и сегодня ты выиграешь полтора миллиона. Я не могу этого сделать. Не могу, потому что христианин. Моя пища и люди, друзья, в другом месте находятся. Никогда не надо поддаваться на уловки сатаны. Паша, поклонись мне. Я не могу этого сделать, потому что я христианин. Филиппийцам 4.8 Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о ком помышляете. И о пище точно так же. Вот проведите как-нибудь урок дома, с домашними, и скажи, вот у нас молоко, как оно образуется, и как мы должны благодарить Бога. Удивительный продукт. Ему в приводе равного нет. И у нас болезни от всяких, и в нем столько всего есть. Я как-то читал отчет писателя, поэтому много в этом преуспехе шведа. 96 элементов. Даже не верится, неужели это все здесь, и одна коровка это сделала. Да. Прям тут же встать и поблагодарить Бога. Вот у меня вчера я говорю, ребятишки, а работали пришли? Ну, работали, ну, немного там, на полчаса. Арбуз поедите. Давайте дети помолимся. Встали на колени. И дети сразу же все здесь, они уже знают где. Помолились, поедем, поблагодарим их. И опять. Дети имеют навык. Вижу, что с ними молятся. Меня всегда дети порадовали. Все одинаково. С такой радостью. Начали работать. Давайте поблагодарим Бога, что Он дал нам возможность. Закончили. Дети, у нас все закончилось. Поблагодарим Бога и идите домой. То есть, постоянно, маленькими порциями, давайте им эту пищу. Не надо обидаться. Это то, что они в храме стоят, бывает два часа, и они знают, что у них остается в день. Он только думает, как у драк поскорее. И радуется, когда батюшки нет. Суду поколучили. Филипписям 4.9. Чему вы научились? Что приняли, слышали и видели во мне? То исполняйте. И Бог мира будет с вами. Что видели во мне? Мы можем детям сказать. Так, дети, вот что вы видели? Вот у вас будут свои семьи. Ну, это будущее матери. Чтобы так же у вас все было. Вмонтируйте детей. День не начинать без молитвы. Нигде ничего не делать без молитвы. Такое действие. Размолиться. Кто-то поехал. Сколько у нас путешествий? Видите, поехали у нас путешествующие. Помолимся о них. Чтобы Бог все так расположил. Чтобы они были твоими, Господи, свидетелями. Вы бы знали, как за меня молились, когда я обратился к Богу. И я вам рассказывал случай, когда пришел один брат. Ну, так у них принято называть, он пятидесятник, но очень верующий. Он отсидел срок. Латыш. По-русски разговаривал плохо. Пришел и говорит, а где этот молодой брат? Ну, мне 23 года было. А они все в возрасте. Они говорят, в горе. Я на корабле работаю. До того у меня душа о нем молит. Давайте помолимся. Потом они мне расскажут. Я потом совмещу события. В этот день меня готовились убить на корабле. Я в двух шагах от смерти был. И Бог навел так, что жена капитана подошла не вовремя. И у них все само было. А двоих убивать они уже не стали. Вот как Бог сделал. Они посторонние. Знаем ли мы так? Это сектанты, еретики. И они знали, что я православный. Я с ними не соединился. И они как тонко это чувствовали. Могу ли я, что с ними Бога нет? Когда в жизни Бог спас. И они ничего не могли сказать. Я приехал, они спрашивают. В этот день что было? Я там где ничего, когда я посмотрел, ничего вроде не было. А потом уже при отъезде подошел тот, который готовился убить. И он пришел и сказал. Вот с кем мы это надумали сделать и почему. Только за то, что ты верующий. Вот и все. Но пища, которую давал мне Господь, я маленькими торсами успевал им давать. И уже, видимо, эти соки в них были. Бог так сделал. Притча Соломона 23.20. Не будь между упивающимися вином и между пресвещающимся мясом. Даже не будь среди них. Пресвещение какое-то. Встань, отойди. И тебя поймут. И потом будут вспоминать. Ты с ними не участвовал. Нас будут очень сильно приглашать. Меня приглашали очень знатные люди. Очень знатные. Все начальство собралось. Из Москвы представитель. На столах выпивка. Нам нельзя, это мы христиане. Вот после один из них. Он выпил, все равно он начальник предприятия. А потом встретил и говорил. Знаете, как на нас это все поделится? А я отошел в коробку, сел у окна, встал читать. То есть нельзя было выйти. И при том это было не один раз. Я вас не забираю. Я сказал, нет. Нам, мы христиане, мы допитаемся другим. И едим другим. Нам это не положено. Пусть Господь с нами соделает так, что нас Он воскресил из мертвых. И нашим пастырям сказал, дайте им деть. И чтобы мы, этот предок Христа, приняли к себе. И я дам есть детям, близким, знакомым и с кем встречаю. Эта пища была в Христе и во Христе. Аминь. Аминь.